Увидеть мир в одной песчинке, и космос весь в лесной травинке, Вместить в ладони бесконечность, и в миге мимолетном — вечность. Вильям Блейк Вначале был Логос — Большой Взрыв, Изначальный Ом. Исходя из теории Большого Взрыва, физическая Вселенная развернулась из одной невообразимо горячей и плотной точки, которая в миллиарды раз меньше булавочной головки. Она называется сингулярностью. Теория не объясняет, почему и каким образом это произошло. Несмотря на то, что она содержит много вопросов, мы почему-то считаем нашу осведомленность в этой области само собой разумеющейся. Сначала существовала гипотеза, говорящая о том, что гравитация или замедлит расширение, или схлопнет Вселенную. Как бы там ни было, но на самом деле фотографии с американского телескопа «Хаббл» показывают, что Вселенная ускоряется. По мере ее роста из Большого Взрыва она расширяется все быстрее и быстрее. Каким-то образом во Вселенной находится больше массы, чем физики предполагали. Чтобы учесть недостающую массу, теперь они говорят о том, что Вселенная состоит всего лишь из 4% атомной энергии, или того, что мы называем нормальной материей, из 23% темной материи и из 73% темной энергии, или того, что мы раньше рассматривали, как пустое пространство. Это похоже на невидимую нервную систему, пронизывающую всю Вселенную и соединяющую все вещи. Древние ведические учителя говорили, «Надо Брама – это Вселенская вибрация. Вибрационное поле представляет собой корень всего истинного духовного опыта и научного поиска». Это то же самое энергетическое поле, которое наблюдали святые Будды, йоги, мистики, священники, шаманы и провидцы, сматриваясь вглубь себя. На протяжении всей истории это энергетическое поле называют Акаша, изначальный Ом, алмазная сеть Индры, музыка Сфер и многими другими именами. Энергетическое поле является общим корнем всех религий и связью между нашими внутренними и внешними мирами. В буддизме Махаяны в третьем столетии нашей эры было дано описание космологии, совсем близкое к тому, которое сейчас дают самые продвинутые физики современного времени. Алмазная сеть Индры является метафорой, которая была использована для описания гораздо более старого ведического учения, рассказывающего о том, что вся ткань пространства соединена воедино. Индра – это король богов, который родил Солнце и управлял движением ветров и вод. Пожалуйста, представьте себе паутину, которая простирается во всех направлениях. Сеть состоит из капелек росы, и каждая капля содержит отражение всех остальных водяных капелек. В каждой отраженной капельке вы найдете отражение всех остальных капель, и вся сеть сама находится в этом отражении до бесконечности. Сеть Индры может быть описана как голографическая Вселенная, где даже мельчайший поток света содержит полную картину всей Вселенной. Иногда сербско-американского ученого Николая Тесла называют человеком, который изобрел 20-е столетие. Тесла открыл переменный ток, электричество и много других вещей, которые теперь являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Благодаря своему интересу к ведической культуре, Тесла находился в уникальной позиции, позволяющей ему одновременно понимать западную и восточную модель науки. Как и все великие ученые, Тесла смотрел глубоко внутрь загадок внешнего мира. Но кроме всего, он смотрел глубоко внутрь самого себя. Как и древние боги, Тесла использовал термин «акаша» для описания эфирной сущности, которая простирается сквозь все вещи. Тесла обучался у свами Вивекананда, йога, который принес на запад древние учения Индии. В ведических учениях Акашей называется пространство само по себе. Пространство, которое заполняет все остальные элементы и существующее одновременно с вибрацией. Эти два понятия неразрывны. Акаша – это инь, прана – это янь. Современная концепция идеи фракталов поможет нам понять Акашу, или, как ее еще называют, первичную субстанцию. Начиная с 80-х годов прошлого столетия, усовершенствование компьютеров позволило визуализировать и воспроизвести математические шаблоны природы. В 1980 году математиком Бенуа Мандельбротом при изучении определенных математических уравнений был введен термин «фрактал». Математик заметил, что когда уравнения повторяются, то производят непрекращающийся массив математических или геометрических форм, изменяющихся в пределах определенных границ. Они ограничены, но в то же самое время и бесконечны. Фрактал является грубой геометрической формой, которая, будучи разбитой на части, повторяется в каждой из своих частей, как уменьшенная копия всего шаблона. Таким образом, форма обладает качеством, называемым самоподобностью. После этого открытия фракталы Мандельброта были названы отпечатком Бога. В них вы видите искусство, созданное самой природой. Если развернуть фигуру Мандельброта под определенным углом, то она будет напоминать индуистское божество или Будду. Эту фигуру назвали фигурой Буддаброт. Если взглянуть на некоторые формы древнего искусства и архитектуры, то можно заметить, что долгое время люди ассоциировали с фрактальными узорами красоту и все священное. Несмотря на то, что они сложны до бесконечности, тем не менее в каждой своей части фракталы содержат зерно, способное воспроизвести полную картину. Они изменили взгляд математиков на Вселенную и на то, как она работает. С каждым новым уровнем увеличения фрактала появляются его отличия от оригинала. При переходе фрактала с одного уровня на другой возникают его постоянные изменения и трансформации. Эта трансформация называется космической спиралью, встроенным интеллектом матрицы времени и пространства. Природа фракталов хаотична и в то же время наполнена звуковым порядком. Когда наш разум распознает или определяет какой-то шаблон, то мы фокусируемся на нем, как на вещи. В его рисунках мы пытаемся увидеть красоту, но для того, чтобы удержать их в нашем сознании, мы должны отбросить остальную часть фрактала. Чтобы соотнести фрактал с нашими чувствами, мы должны ограничить его движение. Вся энергия во Вселенной нейтральна, вечно и существует вне измерений. Наша собственная способность к творчеству и распознаванию шаблонов является связующим звеном между микрокосмосом и макрокосмосом, между вечным миром волн и миром тленных плотных вещей. Созерцание – это акт создания. Путем ограничений, присущих мышлению, мы создаем иллюзию плотности вещей, навешивая на них ярлыки и давая им имена. Философ Кьерке Гор сказал, «Называя меня, вы отрицаете меня. Давая мне имя или ярлык, вы отрицаете все остальное, чем я потенциально могу быть». Мы заточаем частицу в бытие, пришпиливаем ее, называя ее, но в то же самое время мы создаем ее, определяя ее существование. Креативность – это наша высшая природа. С созданием плотных вещей появляется и понятие времени, которое создает иллюзию плотности. Эйнштейн был первым ученым, который понял, что пустое пространство вовсе не является ничем. Оно, напротив, обладает определенными свойствами и присущим природе пространства практически невероятным количеством энергии. Однажды известный физик Ричард Фейнман отметил, «В кубическом метре пустого пространства достаточно энергии для того, чтобы вскипятить все океаны мира». Занимающиеся медитацией продвинутые мастера знают, что в неподвижности скрывается великая сила. У Будды был еще один термин для первичной субстанции – Каллапас, который является совокупностью мельчайших частичек или всплесков, рождающихся и умирающих триллионный раз в секунду. В этом случае реальность представляет собой серию кадров голографической камеры, двигающейся очень быстро, чтобы создать иллюзию непрерывности. Когда сознание становится абсолютно неподвижным, то иллюзия раскрывается. Это происходит именно потому, что сознание само и создает эту иллюзию. Субтитры создавал DimaTorzok В древних традициях Востока до сих пор сохранилось знание, которое передавалось из поколения в поколение на протяжении тысячелетий. Оно говорит о том, что все есть вибрация. Выражение «надо-брама» переводится как «вселенная звук». Слово «надо» означает звук вибрации, а «брама» – имя Бога. Брама одновременно является и вселенной, и создателем, так как художник и его искусство неразделимы. В Упанишадах, одном из старейших человеческих записей Древней Индии, сказано «брама – творец, сидящий на лотосе, открывает глаза, и мир приходит в состояние бытия. Брама закрывает глаза, и мир уходит из состояния бытия». Древние мистики, йоги и провидцы утверждали, что на глубинном уровне сознания существует поле. Это поле Акаши, или записи Акаши, содержащие всю информацию, весь опыт прошлого, настоящего и будущего. Оно было, есть и будет существовать вечно. Из этого поля или матрицы появляются все вещи, начиная с субатомных частиц и заканчивая галактиками, звездами, планетами и всей жизнью. Но вы никогда и ничего не увидите во всей полноте только потому, что поле представляет собой наслоение вибраций. Один слой идет за другим. Поле постоянно меняется, обмениваясь информацией с Акашей. Дерево потребляет энергию от солнца, из воздуха, из дождя, от земли. Энергия движется внутрь и вовне этого явления, которое мы называем деревом. Когда думающий разум неподвижен, то можно увидеть реальность такой, какая она есть. Все неразделимые аспекты вместе. Дерево, небо и землю, дождь и звезды, жизнь и смерть. Как неразделимы гора и долина, так неразделимы и мы с другими людьми. Как в традициях американских индейцев, так и в других коренных национальных традициях земли встречается упоминание, что у всего есть дух. Просто это другой способ сказать. Все связано с единым источником вибраций. Существует одно сознание, одно поле, одна сила, которая движется абсолютно сквозь все. Это поле существует не вокруг тебя. Оно существует, проходя сквозь тебя. Оно существует в виде тебя самого. Ты являешься важной частью Вселенной. Ты – глаза, через которые создание видит себя. Когда ты пробуждаешься, как сознание, то осознаешь, что во сне ты получаешь опыт самого себя. и сам создаешь все. Так называемая реальная жизнь не отличается по сути. Все и все – это ты. Одно сознание смотрит наружу, через каждый глаз, под каждым камнем, внутри каждой частицы. Международные исследователи в Церне в Европейской лаборатории физики элементарных частиц ищут это поле, которое простирается сквозь все вещи. Но вместо того, чтобы искать его внутри, они смотрят наружу, во внешний физический мир. Швейцарские исследователи в Женевской лаборатории ЦЕРН объявили, что нашли бозон Хиггса, или частицу Бога. Эксперимент с бозоном Хиггса научно подтвердил, что невидимое энергетическое поле заполняет вакуум пространства. Большой адронный коллайдер Церна представляет собой туннель длиной в 27 километров, в котором два протонных пучка разгоняются в противоположных направлениях на скорости, близкой к скорости света. Затем они сталкиваются и разрушаются. А ученые наблюдают за результатом этих жестких столкновений. Стандартная модель не может описать, откуда элементарные частицы берут свою массу. Кажется, что все состоит из вибрации, но не существует объекта, который бы вибрировал. Похоже на то, что как будто существует невидимый танцор или тень, скрыто танцующая в балете Вселенной. И все остальные танцоры которые всегда танцевали вокруг этого скрытого солиста. Мы наблюдаем хореографию танца, но до сих пор, пока не удалось увидеть самого танцора. Так называемая частица Бога является свойством базового материала Вселенной, сердцем материи, которую принято считать ответственной за необъяснимое количество массы и энергии, расширяющей нашу Вселенную. Но будучи далеко от объяснения природы всей Вселенной, открытие Бозона Хиггса представляет нашему вниманию великую тайну, открывая перед нами новую Вселенную, даже еще более загадочную, чем мы ранее могли себе это вообразить. Наука приближается к порогу между сознанием и материей, глаз, с помощью которого мы смотрим на первичное поле, и глаз, с помощью которого это поле смотрит на нас, является одним и тем же. Немецкий писатель и светило Вольфганг фон Гёте как-то сказал, «Волна – это первичный феномен, который дал рождение всему миру». Кематикой называется наука, изучающая слышимый звук. Слово «кематика» происходит от греческого слова «кема», что означает «вибрация». Одним из первых западных ученых, которые начали серьезно изучать волновые явления, был Эрнест Хладни, немецкий музыкант и физик, живший в 18-м столетии. Хладни обнаружил, что когда он рассыпает песок по металлической пластине и затем заставляет ее вибрировать при помощи смычка от скрипки, то тогда песок самостоятельно организует себя в определенные узоры. Различные геометрические формы возникали от различных вибраций. Хладни записал целый каталог этих форм, и теперь они называются фигуры Хладни. Многие из этих фигур могут быть найдены в природе. Например, рисунок на панцире черепахи или пятна на шкуре леопарда. Изучение фигур Хладни или кематических шаблонов – один из секретов, по которому производители высококачественных гитар, скрипок и других музыкальных инструментов определяют качество звука. В 1960-х Ханс Дженни расширил работы Хладни, используя различные жидкости и электронные усилители для генерирования различных звуковых частот. Он же заодно и ввел термин «хематика». Если вы пропустите обычную синусоидную волну через тарелку с водой, то вы увидите узор прямо на воде. В зависимости от различной частоты волн будут появляться различные изображения пульсаций. Чем выше частота, тем более сложными становятся узоры. Эти формы являются повторяющимися и отнюдь не случайными. Чем больше вы наблюдаете, то тем больше вы начинаете замечать, как вибрация организует материю в сложные формы, получаемые из простых и повторяющихся волн. Эта вибрация воды похожа на подсолнух. Изменяя всего лишь частоту звука, мы получаем совершенно другой шаблон узора. Вода представляет из себя очень загадочную субстанцию, которая очень хорошо поддается внешнему воздействию. Примером является то, что вода может получать и сохранять вибрацию. Благодаря своей высокой резонансной емкости, чувствительности и внутренней готовности к резонансу, вода мгновенно реагирует на все типы звуковых волн. Вибрации воды и земли производят огромную массу растений и животных. Интересно наблюдать, как простые вибрации в воде рождают легко узнаваемые природные узоры. Если мы добавим твердое вещество и увеличим амплитуду, то вещи становятся еще более интересными. Например, добавив в воду кукурузный крахмал, мы получим более сложное явление. Возможно, мы можем наблюдать сам жизненный принцип в том, как вибрации двигают каплю кукурузного крахмала в нечто, что можно назвать живым организмом. Движущий принцип Вселенной описан в каждой из мировых религий при помощи слов, отражающих понимание людей в данный исторический период времени. На языке инков самой большой империи в доколумбовской Америке слово «человеческое тело» звучит как «альпакамаска». Оно буквально означает «одушевленная земля». В Кабале, еврейском мистическом учении, говорится о божественном имени Бога. Имя, которое не может быть произнесено. Оно не может быть произнесено потому, что является вибрацией, которая существует везде, в каждом слове, во всей материи. Абсолютно все является этим священным словом. Фигура тетраэдра является простейшей формой, которая может существовать в трех измерениях. Необходимо обладать хотя бы четырьмя точками, чтобы обладать физической реальностью. При этом стоит помнить, что только треугольник является самой устойчивой и самостабилизирующейся фигурой. В Ветхом Завете слово «тетраграмматон» часто использовалось для того, чтобы представить определенное проявление Бога. Оно использовалось, когда говорилось о Боге, в специальном имени Бога, Логосе, или первичном слове. Древние цивилизации знали, что в корне структуры Вселенной лежит тетраэдная форма. Из этой формы природа начинает свое фундаментальное движение по направлению к равновесию, к Шиве. Но в то же время у нее есть и другое фундаментальное движение по направлению к изменению, к Шакти. В Библии, в Евангелии от Иоанна, говорится, в начале было слово. Однако в оригинальном тексте использовался другой термин – логос. Греческий философ Гераклит, который жил примерно за 500 лет до рождения Христа, описывал логос как нечто фундаментально непознаваемое, источник всех повторений, моделей и форм. Стоические философы, которые следовали учениям Гераклита, определяли этот термин как божественный и движущий принцип, который пронизывает всю Вселенную. В суфизме говорится, что логос есть везде и во всех вещах. Это то, из чего все непроявленное становится проявленным. В индуистской традиции Шива Натараджи буквально означает «властелин танца». Весь космос танцует, пока Шива бьет в барабан. Все проникнуто или одушевлено пульсацией. Пока Шива танцует, мир может изменяться и эволюционировать. В противном случае он коллапсирует в ничто. Шива представляет наше созерцающее сознание, а Шакти — сущность или материю мира. Пока Шива пребывает в медитации, Шакти пытается сдвинуть его, чтобы заставить танцевать, так же, как Инь и Янь, как танцор и танец. Они существуют, как единое целое. Логос так же означает проявленную истину. Тот, кто понимает Логос, знает правду. Существует много скрытых слоев в человеческом мире, так как Акаша создала массу сложных структур, скрывая источник от себя самой. Играя в божественную игру в прятки, мы прячемся от себя тысячи лет, в итоге совершенно позабыв про само условие игры. Мы как будто забыли, что существует то, что надо найти. В буддизме учеников обучают напрямую воспринимать Логос, это поле изменения или непостоянства внутри себя, через медитацию. Когда ты наблюдаешь внутренний мир, то начинаешь замечать все более и более тонкие чувства и энергии. По мере того, как твой разум становится более сконцентрированным и сфокусированным, через прямую реализацию анники или непостоянства на базовом уровне восприятия, человек становится свободен от привязанностей к внешним приходящим формам. После того, как мы осознаем, что существует только одно вибрационное поле, которое является общим корнем всех религий, то сможем ли мы сказать «Моя религия, мой изначальный ум или мое квантовое поле?» Настоящий кризис в нашем мире далеко не социальный, не политический и не экономический. Наш кризис – это кризис сознания, неспособность напрямую почувствовать нашу настоящую природу, неспособность увидеть эту природу в каждом из нас и во всех вещах. Бодхисаттва в буддийской традиции являлся человеком, который пробудил свою природу Будды. Бодхисаттва дает обет помочь проснуться каждому существу во Вселенной, понимая, что существует только одно сознание. Чтобы пробудить свое настоящее «Я», человек должен пробудить все живые существа. Есть бесчисленное множество живых существ во Вселенной, и я даю обет пробудить их всех. Мои недостатки неисчерпаемы, и я даю обет преодолеть их все. Дхарма непознаваема, я даю обет познать ее. Путь пробуждения недостижим, я даю обет достичь его. Субтитры создавал DimaTorzok